Добрый день, уважаемые коллеги! С вами Елизавета Дудник. Я рада обсудить с вами практические аспекты применения двойной иммунотерапии в лечении первой линии метастатического немелкоклеточного рака легких. Я сделаю это на примере четырех клинических случаев, наглядно иллюстрирующих преимущества выбора данного метода лечения в каждом из конкретных выбранных кейсов. HI – 66-летний курильщик со стажем диабетик. В презентации массивное поражение верхней доли левого легкого с медицинальным распространением процесса и билатеральным вылечением надпочечников. По результатам биопсии плоскоклеточная карцинома легкого с отрицательным уровнем экспрессии педиэльван в опухолевых клетках. Что является препаратом выбора в случае лечения метастатического плоскоклеточного рака легких с отрицательным уровнем экспрессии педиэльван? Как известно, в результате исследования КИНО-407 трехкомпонентная терапия на базе пембровизума, ее эффективность напрямую зависит от уровня экспрессии педиэльван в опухолевых клетках. В то время как пациенты с положительным уровнем экспрессии извлекают выгоду из данного метода лечения, пациенты с отрицательным уровнем экспрессии педиэльван в опухолевых клетках таковую не извлекают ни в течение первых шести методов лечения, ни по истечении полутора лет от момента начала лечения, что в конечном итоге отображается в статистически несигнификантном hazard ratio. В то время как четырехкомпонентная терапия на базе неволумаба и эпилимумаба разрешена регуляторно и рекомендуется большинством экспертов панел НССН. Эффективность данного метода лечения не зависит от гистологического подтипа опухоли, а также уровня экспрессии педиэльван в опухолевых клетках. Как мы можем видеть, показатели годичной выживаемости идентичны у пациентов с высоким уровнем экспрессии педиэльван и у пациентов с отрицательным уровнем экспрессии педиэльван в опухолевых клетках, что является решающим фактором в случае выбора терапевтической стратегии в случае данных конкретного пациента. В пользу четырехкомпонентной терапии на базе неволумабом и эпилимумабом. Ограничиваясь двумя циклами химиотерапии в данном случае, мы также значительным образом снижаем вероятность развития высокогрейтных побочных эффектов. И в частности, миелосупрессии, а также периферической нейропатии, порог для развития которой, как известно, у диабетиков особенно низок. Таким образом, у пациентов с плоскоклеточным раком с отрицательным уровнем экспрессии педиэльван в опухолевых клетках четырехкомпонентная терапия на базе неволумаба и эпилимумаба является препаратом выбора. Переходя к второму клиническому случаю молодой пациентки АИО 55 лет с значительным стажем курения, в презентации массивное поражение правого гемиторакса с вовлечением следостения, синдромом сдавления верхней полой вены, метастазированием в легкие кости скелета и злокачественным клевральным выпадом. По данным, биопсия имеет место железистая опухоль легкого с отрицательным уровнем экспрессии педиэльван в опухолевых клетках, а также имеет место интересный молекулярный профайл, активирующий мутацию в гене K-RAS, K-RAS-G12C и инактивирующую мутацию в гене STK-Lavry. Что является терапией выбора, системной терапией выбора в случае такой молодой пациентки с быстро прогрессирующей опухолью, связанной с наличием STK-Lavry и опосредованного процесса. Как известно, мутации, инактивирующие мутации в генах STK-Lavry, также KIP-1, не только являются неблагоприятными в прогностическом отношении, но также свидетельствуют об отсутствии эффективности терапии тембролизумовым, будь то в монорежиме или в комбинации с химиотерапией на базе препаратов платины. Так, по результатам большого ретроспективного исследования, а также анализа исследования Keynote 1.8.9. Действительно, применение такого трехкомпонентного лечения в данном конкретном случае привело к дальнейшей прогрессии процесса в правом гемитороксе. В то время как эксплураторный анализ исследования MISTIC, оценивающего эффективность комбинированной терапии анти-PD-L1 и антистителей фуагентами дурвалумов и тренивимумов, позволяет предположить их добавочную эффективность в случае пациентов с инактивирующими мутациями в генах KEEP-1, RID-1A, а также STK-11. Возвращаясь к общей массе пациентов с неплоскоклеточным метастатическим раком легкого и оценивая долгосрочные результаты лечения с применением четырехкомпонентной терапии неволумов и эпилимумов в режиме 9-LA и трехкомпонентной терапии на базе пемпровизума, мы можем судить об идентичности данных результатов, по сути, идентичной одногодичной и двугодичной выживаемости. И ограничиваясь же двумя циклами химиотерапии в случае четырехкомпонентной терапии на базе неволума и эпилимума позволяет, однако, значительным образом снизить вероятность развития высокоградных побочных эффектов, и в частности, милосупрессии, что является дополнительным положительным аргументом в пользу выбора данного метода лечения. И, по сути, четырехкомпонентная терапия в режиме 9-LA представляет валидный метод терапии метастатического неплоскоклеточного рака легких и, возможно, имеет свои преимущества относительно режима на базе пембролизума у пациента с инактивирующими мутациями в генах СК-11, КИП-1 и АРИТ-1А. Следующий клинический случай – пациент СС. 80-летний пациент с тяжелой сопутствующей патологией, включающей перманентный уринарный катетер на фоне доброкачественной гиперплазии предстательной железы, хроническое обструктивное заболевание легких, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, гипертония. В презентации опухоль верхней доли левого легкого и злокачественный плевральный выпад. Результаты биопсии имеют место аденокарцинома с низким уровнем экспрессии PD-L1 в опухолевых клетках и опухоль, несущая активирующую мутацию в гене G12C, а также инактивирующую мутацию в гене STK-11. Несмотря на сохраненное удовлетворительное общее состояние, нам всем известно, что химиотерапия у подобных пожилых пациентов с тяжелой сопутствующей патологией, наличием различных девайсов, сопряжена с высоким риском инфекционных осложнений. И, по сути, большая часть подобных пациентов отрицает проведение химиотерапии как таковой. Каковы же наши опции? Эффективность пембролизума в монорежиме в значительной степени определяется уровнем экспрессии PD-L1 в опухолевых клетках. В то время как эффективность такого вида терапии высока в случае высокого уровня экспрессии, в случае низкого уровня экспрессии PD-L1, данная терапия, по сути, не несет никакого добавочного эффекта относительно химиотерапии на основе препаратов платины. И, несмотря на то, что такое лечение имеет регуляторную основу, большинство экспертов NCCN-Panel такое лечение не приветствуют, базируясь на его низкой эффективности, что отображается в уровне рекомендации категория 2B в случае данной индикации. В то время как двукомпонентная терапия неволумабом и эпилимумабом не только разрешена в применении в регуляторном плане, однако и приветствуется большинством экспертов PANEL NCCN, что находят отражение в уровне рекомендации 2A для данного вида лечения. Эффективность двукомпонентной терапии неволумабом и эпилимумабом долгосрочная эффективность не зависит от уровня экспрессии PD-L1 в опухлевых клетках, что по сути определяет, является значительным преимуществом в данном конкретном случае, по сути определяет лечебную тактику в случае таких фрагильных пациентов с низким уровнем спрессии PD-L1, в случае которых проведение химиотерапии не представляется возможным. И здесь мы видим широкое раскрытие кривых общей выживаемости в случае применения двукомпонентной терапии неволумабом и эпилимумабом, и довольно узкое, я бы сказала, раскрытие кривых, неоднозначное и кроссовер кривых выживаемости в случае монотерапии пембролизумаба. Заключая этот клинический случай выбора системного лечения у фрагильных пациентов с низким уровнем спрессии PD-L1 в опухлевых клетках, я даю предпочтение двукомпонентной терапии на основе неволумаба и эпилимумаба. Важно отметить, что уход от химиотерапевтического компонента важен не только в случае фрагильных пожилых пациентов, он предпочтителен и в случае молодых сохранных пациентов с необширным метастатическим процессом и минорной симптоматикой, как было в случае AJ, молодого сохранного курильщика с метастатической аденокарциномой легкого, низким уровнем экспрессии PD-L1 в опухлевых клетках, в случае которого проведение двукомпонентной терапии на базе неволумаба и эпилимумаба привело к развитию хорошей частичной ремиссии с частичной резолюцией находки в области верхней доли правого легкого, медиастинальной лепфоденопатии, а также резолюцией метастазов в надпочечниках. Важно отметить, что проведение такого вида лечения в данном конкретном случае предшествовало проведение локальной лучевой терапии на так называемый lesion of concern и шейный отдел позвоночника, где имел место метастаз, поскольку прогрессия в данной критичной области она опасна развитием тетраплегии, что, собственно говоря, и объяснило проведение такого локального метода лечения перед проведением системной терапии на базе неволумаба и эпилимумаба. Проведя сравнительную оценку долгосрочных результатов двухкомпонентного лечения на базе неволумаба и эпилимумаба с трехкомпонентным лечением на базе пембролизумаба и химиотерапии, мы наблюдаем, собственно говоря, идентичные результаты относительно двухлетней выживаемости с проведением как одного, так и другого лечения. И в то время как в случае двухкомпонентного лечения неволумабом и эпилимумабом у нас уже имеются результаты трехлетней выживаемости, и это, собственно говоря, единственные результаты трехлетней выживаемости в случае применения какой-либо комбинации. И при этом хазардры еще в случае как бы с новым апдейтом для трехлетней выживаемости он сохраняется. В то время как в случае Keynote Trials на базе пембролизумаба и химиотерапии мы наблюдаем рост хазардраича по мере увеличения периода наблюдения. Важно отметить, что добавочная эффективность химиотерапии относительно такой бикомпонентной иммунотерапии по-видимому невелика. Так следует из результатов рандомального исследования BR34. В то время как сравнительная оценка профиля побочных эффектов в данном случае значительным образом определяется наличием или отсутствием химиотерапевтического компонента. Наблюдаем высокие уровни милосупрессии, а также тошноты, рвоты, снижение аппетита, слабости с применением химиотерапии и значительное снижение данных показателей в случае ухода от применения химиотерапии в пользу двукомпонентной иммунотерапии. Вместе с тем важно отметить, что уход от химиотерапии в пользу двукомпонентного лечения возможен не у всех пациентов. Так, в случае пациентов с массивным метастатическим процессом, в случае наличия значительной симптоматики, обусловленной метастатическим процессом, а также быстрого темпа развития опухоли, уход от химиотерапии невозможен, как в случае и пациентов с наличием метастазов в печеночном метастазировании, а также в случае never smokers, в случае не курильщика. В данном случае нужно отдать предпочтение трехкомпонентной терапии на базе пембролизума и химиотерапии. Суммируя двукомпонентную терапию в режиме неволумаб и пелимумаб мы можем наблюдать два клинических сценария, в случае которых данное лечение является предпочтительным. Первый клинический сценарий это пациент с минорным метастатическим положением и минимальной симптоматикой, а также низким темпом развития заболевания. В данном случае уход от химиотерапии позволит снизить вероятность развития побочных явлений и предопределит хорошее качество жизни. С одной стороны, другой клинический случай, другой клинический сценарий это фрагильный пожилой пациент, а также называемые отказники, те пациенты, которые отказываются от проведения химиотерапии. В данном случае данное лечение на базе неволумаба и эпилимумаба является по сути единственным возможным вариантом лечения. Я благодарю вас за внимание, дорогие коллеги. лечения.